Просто когда я пришёл к Глебу, я искренне был абсолютно уверен, что я лирический герой с большим, великим, светлым будущим. И рьяно пробовался на роль Садко. И благодаря спектаклям Глеба и благодаря, в принципе, нашей совместной работе я, наверное, себя более явно открыл вот как раз вот этой остро-характерной истории таких-таких безумных, сумасшедших персонажей. И вот конферансье не стал исключением. То есть в данной ситуации те люди, которые видели Шляпника, кто видели морского конька Несима, кто видели Черномора, они подумают, что в голове конферансье все эти люди очень знатно подружились. И сама идея была в том, чтобы конферансье был многолик, многогранен, именно с точки зрения, да, много рук, с ногами мы просто, как вы понимаете, просто не дошили. И что его постоянно вот как раз перебрасывает как морально, то есть он как бы и вашим, и нашим, и здесь, и тут. Он, я в некотором роде сначала пытался уйти от этой, как называется, от этой метафоры, мол, он как таракан. А потом я подумал, таракан самое выживающее существо на этой планете. Но почему нет? Потому что действительно он похож немножко визуально на тараканчика. Но и при всем при том... Можете в этом убедиться. Как вы понимаете, таракан примерно так выглядит. Следующий спектакль будет по кавке. Вот. Но и при... И вот все его приспособления, как выживать, как быть все время на плаву, это же на самом деле огромный талант вот таких вот скользких личностей все время оставаться на плаву, независимо от перемен в жизни. Вот. Наверное, такой отдельный персонаж, скорее, не столько про спектакль, сколько про него можно подумать, сколько в контексте. Вот. Супер! А Вероника, вы кого играете? Я играю Киру Павловну. Она ассистентка главного героя Вениамина Марковича. Она тоже, ну, самостоятельный ученый, они наравне. Но со временем она открыла... Ну, она подумала, что больше пользы она принесет, помогая ему сделать великое открытие. Я, в отличие от Эмиля, абсолютно лирическая героиня. Это вот уже третий проект тянется. 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 Нет, плохой глагол. И моя героиня абсолютно искренняя, нежная, настоящая. И она, ну, про любовь. Романтика. Романтика. Ну, это наше самое главное про любовь. Вот здесь сидит, попробуй руку от меня. Но мы тоже попытались все-таки, чтобы жизнь Малины не казалась нашим артистам. Мы периодически подкидываем какие-то сложности, ребусы. Вот. Так что в начале спектакля вам предстоит увидеть Веронику в непривычном для нее образе. Наверное, я не буду рассказывать, вы все увидите сами, да. Но все-таки какие-то эксперименты с амплуа мы тут немножечко пробуем. И они получаются прекрасно, что самое главное. Ура! Нет, на самом деле все героини, они все, конечно, довольно лирические, они про любовь, про романтику, но они все разные. Потому что, например, Кира — это абсолютный человек науки, тоже горящий своим делом, как и главный герой. И она тоже очень много понимает, она тоже ученая, она очень собранная, она очень, если можно так выразиться, педантичная. И это вот что-то новое. Это вот что-то новое, какие-то вот мы ищем интересные для нее новые краски. То есть эмоционально это уже не Сесиль, ты запомнился? Нет, на самом деле они абсолютно разные. Я бы на всякий случай точно произнесу имя, потому что сейчас те, кто не был на спектакле, могли не понять, о чем речь, да. Да, не Сесиль. Там есть окончание, потому что там вдруг не дай бог. Сесиль. Да, мы поняли, потому что мы это поняли. Понятно. А что еще говорить? Может быть, Виктория расскажет о том, чем хореография микромира отличается, например, от хореографии опасных связей, янка, носта, алисы. О, пустянистике. На самом деле весь мюзикл отличается хореографически от всех тех мюзиклов, которые вы видели. Здесь балет также присутствует как артисты, как ансамбль, который создаёт атмосферу. Но, на мой взгляд, здесь атмосфера чувствуется острее и больше ближе к телу. Здесь вы, я могу сдать маленький спойлер, здесь вы увидите несколько, очень маленький, несколько противоборствующих сторон, несколько противоборствующих персонажей. И уникальность этого мюзикла в том, что у каждого персонажа есть своя пластика. Она существует в каждом мюзикле, но здесь она очень сильно разграничена. Также в этом мюзикле мы использовали нашу современную реальность ТикТок. Всё очень актуально. Также мы смогли умудриться и смогли синтезировать и классические направления, как я повторюсь, бродвейский джаз. Также использовали современную хореографию. Плюс мы взяли уличную хореографию, засунули свой носик аккуратно в ТикТок-культуру. И всё это зашлифовали рок-историей. Собственно говоря, вот микромир об этом. О том, что вы увидите синтез, который будет крайне органично вовлекать вас во всё пространство, которое будет завораживать. И каждый шаг балета, практически каждый шаг, простроен хореографически так, чтобы создавал рисунок, чтобы создавал движение. И я надеюсь, что после вы поделитесь своими впечатлениями, расскажете, удалось ли нам или нет. Да, мы почитаем потом. Мне кажется, наш балет ещё и потрясающий актёрский ребята, потому что у нас замечательные есть ребята, у которых есть сцена отдельная в этом спектакле. И на самом деле то, как ребята танцуют, с какой энергией, с какой именно актёрской составляющей, это очень дорогого стоит. Честно, ещё признаться по поводу актёрской составляющей нашего балета. Всегда хотелось взять, знаете, такую камеру, которая в релку в формате снимает, и понаблюдать, чтобы вы точнее смогли понаблюдать, что происходит в момент огромной суматохи. Вот казалось бы, да, мы со стороны видим, что-то идёт очень сумбурное, что-то очень весёлое. Каждый занят делом, каждый в настроении, и то есть если мы находимся в тусовке, это не просто как бы все стоят, трясут руками, ногами, а это действительно, да, это маленькая жизнь, это каждый занят делом, одни тут общаются, здесь другие веселятся, и это не общими словами. Я просто не хочу сейчас ничего рассказывать, чтобы вы просто сами понаблюдаете, вот приходите на спектакль не один раз, да, и понаблюдаете, помимо главных, основных линий, потому что первый раз вы придёте, посмотрите линию, и это будет здорово, всё, классно, посмотрели, а потом приходите посмотреть по углам, что там происходит, потому что там происходит жизнь. Ты отличный продажник, между прочим, мы не весь твой потенциал используем. Я добавлю, на самом деле, и с балетом, и с артистами, но ясно, что для артистов поиск образов, поиск нутра и природы, это самая главная составляющая, а в балете мы делаем то же самое, и вот если говорить про этот мюзикл, у нас каждый, каждый микробик имеет действительно тоже свою биографию, вот это тоже уникальность. То есть, если раньше у нас была плечевая язык биография конька, то теперь у нас биография микроба, так что... Не разрешая интриги, всегда мюзикл Глеба — это синтез феерин, красок и эмоций и глубокого философского смысла. Вот какие мудрые истины завуалированы в микромире, но только не разрешая интриги. — Это то, что было недавно на мероприятии, открывайте глаза, смотрите по сторонам. — Да, действительно, смотрите по сторонам, потому что зачастую вы, возможно, упускаете что-то очень важное в погоне за чем бы то ни было, за славой, за деньгами, за вот в этом карамкане по карьерной лестнице. Мы все немножечко так, и нам всем это знакомо, и не чуждо, мы все зачастую бежим по какому-то коридору, не обращая внимания на то, что нам встречается, на то, что рядом с нами. — Ну да и зачем вообще бежим? — Да, да, и зачастую бежим, может быть, даже и совсем не туда, в обратную сторону от нашего счастья, таким образом. Так что надо чуть-чуть шире. — Спасибо. — У меня вопрос у Милю Салису, детское интернет-радио Машенька, Сергея Смегуни. Я и моя маленькая дочка смотрели мюзиклы с вашим участием в «Садко», в «Подводном царстве», «Алиса странная чудеса», ей очень понравились костюмы, декорации и особенно веселый морской конек и безумные шляпы. И вот, когда она узнала, что буду спрашивать у вас на вопрос, я попросил вас спросить, как стать актером, где вы учились и когда, и почему вы решили стать актером? — На самом деле, для меня это вообще неразрешаемый вопрос, как им стать. Я не хотел быть актером. Я искренне, когда мне родители говорили, сынок, ну... — А за что ты передумал в какой-то... — За что, хорошо, за что. На самом деле, у меня случилась эта какая-то пафосная фраза «Не ты выбираешь танго, а танго выбирает тебя». Вот у меня случилось примерно так же с театром, потому что буквально... Погнали раскрывать тайны. Я был троечник, меня никуда вообще не брали, кроме того, что петь и как-то что-то вот в этой творческой сфере, потому что, ну, просто с детства был, ну, творческим, мне нравилось петь. Мне нравилось петь, я любил компьютеры, я думаю, ну, все классно будет, поищу программист. Вот, все будет нормально. Но потом так получилось, что я переезжал в другой город, к себе на родину, в Калининград, и там мне отец сказал, говорит, хочешь театральный класс? Я говорю, а давай, не знаю, давай, да, пойдем. И потом, да, потом все завертелось, закрутилось. Он максимально плоский, в нем собрано все то, что он мне не нравится в окружающих, то есть он максимально отвратительный, как внешне, так и внутренне, тупой, омерзительный, прям. У меня тоже с Глебом сложилось так, что я обычно тут всяких подонков играю. Но обычно, вот, типа Велеса, когда, да, что-то инфернальное заходит, и стены покрываются плесенью. Нет, тут прям, тут у него сопли текут, отвратительность совершенно, тупой, так что, в общем, отвратительный персонаж. Да, это тоже не новый экспириенс. Вот, в общем, тоже из заготовочек. Мразь из заготовок. Ну, через своего героя я бы хотела показать, что очень важно не сдаваться до последнего. То есть нужно, вот если ты чего-то действительно хочешь, нужно идти до конца, и нужно быть в какой-то степени самоотверженным, смелым, и никогда не сдаваться. Ну, давай. Ты уже нам сказал. А, ну, да, у меня, да, 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 у меня, наверное, чему мой персонаж может научить детей не быть таким, как я, если чушь, то есть, но, типа, не думай, что ты самый крутой, всегда найдется рыба покрупнее. Да, значит, рыба покрупнее сейчас, дополню. Во-первых, не надо обижать женщин просто. Лучше не надо. Не надо рисковать. Мальчик. Это раз. Мальчику. Мальчику, да. Это раз. А во-вторых, ну, ребята, ну, это же простые, прозаичные, всем понятные вещи. Добро все равно оказывается сильнее, и если ты идешь к своей цели какими-то, ну, неправильными, скажем так, незаконными и так далее, путями, рано или поздно тебе все равно прилетит по шапке. Мне очень сложно сказать что-то хорошее о своем персонаже, потому что он все-таки... Я тоже из разряда скользких, там, непонятных, вот. Но если брать в расчет что-то, типа, да, не вести себя порой так, как ведет себя конференсье, там есть одна маленькая, такая простая притча, которую мне уже в нашу массу внесла одна замечательная шоу-вэмэн. Кайфуйте, жизнь одна! Кайфуйте, жизнь одна! Материна Шетти Материна Шетти Материна Шетти Материна Шетти Автор текстов песен Наталья Макуни. Соавтор ли бренда Егор Памбур. Какой-то там по счету режиссер я. Наш замечательный кореограф-постановщик Виктория Генчарова. Музыкальный руководитель проекта Михаил Елисеев. А почему не в танце, Миша? Прекрасный помощник режиссера, самый уставший человек на свете Анастасия Мельникова. Аплодисменты всем художнику по костюмам Елене Симоновой, художнику-сценографу Андрею Рушутову, художнику по свету, вот здесь Дмитрий Машкара. Человек, без которого вся эта красота, конечно, не состоялась. Наш замечательный звукорежиссер Сергей Тахаров. Ну и, конечно, от нас всех, от лица всех артистов и всей труппы, низкий поклон нашему дорогому директору Сергею Викторовичу Нечаенко. И всей его замечательной, огромной команде, которая в неделю поры трудилась во имя того, чтобы сегодня мы предстали перед вами. Ну и наши драгоценные артисты, естественно. Сергей Фиров. Эми Сайерс. Евгений Кранутца. Наталья Куликова. Андрей Шкалдыченко. Вероника Устимова. Павел Стукава. Артисты все пригнулись. Пригнулись. Наш грандиозный балет. Ну что, друзья, следующий, ну и я, да, и я тоже, я тоже. Спасибо. Ну что, на этой прекрасной ноте финальный поклон. Спасибо вам еще раз за вашу реакцию, за ваши аплодисменты. Спасибо, что были с нами.